друзья всем привет имеем mercedes mercedes s-класса mercedes купе заряженный причем заряженный в такой комплектации которая очень хорошая и по кузову идеальный и он точно не двойник пробег у этого автомобиля 25 тысяч километров этот автомобиль он еще продается на родных колесах на которых он был куплен в германии он имеет настолько идеальный хороший не зацарапанный не заюзанный салон он не имеет ни одного украшенного элемента по кузову машина со всех сторон идеальная как вы думаете что с ней может быть не так 10 августа два часа дня практически без 10 mercedes 217 кузов 63 560 вообще 4 литровый 2 3 4 4 5 5 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ранее на канале мы уже показывали Такой же 217 кузов Вот кстати кто не видел У машины же нифига не 25 тысяч Там у нее 34 на конец Прошлого года в октябре месяц Также было заявлено что эта машина Она была без ДТП Вот с этой стороны обращаем внимание что подкрылок Не торчит с ним все нормально Кстати с зазором бампера тоже тут не очень хорошо А вот с этой стороны Здесь такая конкретная дырка между подкрылком Ну надо было добавить Что еще и крыло не на месте стоит А по заднему ровно наоборот По этой стороне здесь ничего не торчит Здесь абсолютно все нормально А вот по другому подкрылочку Здесь слегка бега Вот дырочка К вашему вниманию Такая несуразная Вот видно что чухали бампер Ну в смысле выводили На этом предлагаю пожелать этому автомобилю Хорошей дальнейшей продажи Оставить его в покое И поехать Тут даже не обсуждают Тут да У нас в Украине В отличии допустим от России Очень тяжело сделать какую-то такую мутную тяжелую схему Но там была такая запутанная история Там В общем из этого можно сделать вообще отдельное видео О том как мастер-класс Как продать биток Причем разорванный на две части Под видом целого И даже Мерседес Якобы не участвующий в этой коррупционной схеме Говорит, заявляет Что эта машина целая Что это нормально Но это будет отдельное видео И кстати напишите в комментариях Нужно ли его сделать Потому что для этого нужно съездить еще в другую страну Для того чтобы записать комментарий А сейчас имеем вот этот вот Идеальный автомобиль С первого взгляда Но что же с ним не так Так, визуально сразу пошли Ну по шегрении По шегрении Визуально вроде бы все Очень-очень даже и Неплохо Здесь что у нас нет Показалось А ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну-ка, ну-ка Так, нижний заходит Да, нормально Визуально пока ничего не вижу Но скажу честно Мы его сразу уже пробили По разным базам Перед тем как ехать Это что? Это грязь Это не считается Вот И в общем чего-то подозрительного По нему Ну я Не видел Так, а чего у нас по колесам? Е-мое Крыльные Такие напидориные Красивые Так, да-да-да Так, 21 неделя 19 года А вот эти вот колеса 21-го и 19-го То есть это еще те колеса На которых она покупалась Есть большой шанс того Что этой машине Под хвост Сильно не давали Я был уверен Что здесь Ну как минимум Будут разные колеса И они будут Не такие свежие Как Не такие свежие Как выпускались Это кто у нас? Это какая-то Моль сидит Ползает букашка Так, букашка текай Чтобы нет Ты нам не портила Тему момента Так, в зазорчиках Везде все ровно Все одинаково Все раззеркально Смотрю С правой С левой стороны Сравниваю Прекрасный МГшный Обвес Фары В зазорах Ну пока Чего-то такого Чтобы Делало Некое Внешнее Отвращение Я Не нахожу Так Вот здесь Вот Классно Ровненько В зазорчик А вот с этой стороны А нифига Такого Чтобы Чтобы Так Здесь зашел Сейчас сравню С той стороной Здесь зашел Пока у нее Все хорошо Вин-код Я уже сверил С тем Что был Табличка Табличка Оригинальная Не вижу Следов того Что она Отнималась Так Пока Внешка Пока Она Рушка Мерседесовская Книжка Да Ее номера Есть Компрессор Есть Клей Так Что у нас Здесь Здесь Я не вижу Чтобы какие-то Болты Крутились Вряд ли Салон тут Разбирался Здесь Тоже Никаких Следов Того Что она Разбиралась Я не вижу Но это Я так Смотрю На всякий Случай Вот Фонарик Упирается В этот Фонарик И Слегка Уже Потерлась Заднее Стекло С полным Обогревом Имеется Ввиду С полным Мелким Обогревом Так Почему Здесь Не стоит Плотно Молдинг Пока Неизвестно Ладно Наблюдаем Дальше Наблюдаем Дальше Кожа Ну так себе Но это Вряд ли Ее Перетягивали Это что Это что Там Мокрая Не знаю Возьмет ли Камера Но Такие Некие Легкие Пятна Эх Мерседес Следов Того Чтобы Красилась Эта Кожа Не Вижу Да Нормально Здесь Тоже Нормально Ну и Естественно Где наша Красная Гринь Заглянем Под капот А потом Я уже Пройдусь По Всем Элементам Кузова Сейчас Пока Смотрим По Крепежным Элементам По Таким Ну и Пока Не вижу Следов Того Чтобы Где-то Что-то Разбила Разбиралась По крайней Мере Точно Могу Сказать Что Этот Мерседес Намного Лучше Нежели Предыдущий Друзья Динамичного Осмотра Этого Автомобиля Не будет Потому что Я туда Приехал Я уже Был Выжатый Как Лимон Плюс 42 На Улице Предварительно Был Осмотр Я Под машину Прятался От жары Как собаки Вот На Бездомные Собаки Бегают Они Под машину Залазят Только Для То Чтобы Посидеть В Тенек И Вот Когда Я Закатывался На Этой Штуке Под машины Я Просто Балдел Когда Я Был Не На Этой Жаре Потом Вот В этом Состоянии Я Уже Пошел Осматривать Следующий Автомобиль Поэтому Я Уже Был Такой Бдительный Но На Разговор У меня Уже Не Стоял Поэтому Осмотр Не Динамичный Но Объективный И Объемный Здесь Следов Насильственного Рихтовки Я Не Вижу Так Компрессор Пневмы Вижу Не Обслуживались Еще Ну Как Минимум Не Менялись Штуцера Нормальные Все Вроде Б А Вот Это Вот Вот Это Вот Такая Покраска Что Ли Я Не Думаю Чтобы Мерседес Так Накосячил Ну Что У нас С другой Стороны Ровно Такая Же Хрень Ну Я Честно Скажу Вот Песок Под Краской Я Уже Ранее Встречал И На Ленд Роверах На Рейндж Роверах Но Я Не Вижу Того Чтобы Здесь Отнимались Детали То есть Видно Вот Сюда Цеплялась Прикуривался Мерседес Сюда Вот Клема Прикуривается Вот Здесь Вторая Которая Цепляется Да Она Тоже Покоцанная Севший Аккумулятор У нее Очень Большая Доля Вероятности Ну Ну А так А так Сказать Чтобы Были Следы Того Чтобы Он Разбирался Я Честно Скажу Я Не Вижу Везде Везде Ничего Не Отнималось Здесь Тоже Ровненько Ни Один Болтик Нигде Ничего Не Снималось Так А вот Это А вот Это А вот Это Нифига Тут Страшного Нет Ладно Что касается Двигателя Это Мы Все Дополнительно Посмотрим Отдельно Ну Сейчас Традиционно Я все Таки Его Промерю Потому Что Вот Такие Вот Машины Если Их делают Их Очень Зачетно Очень Хорошо И Качественно История Этого Автомобиля Рожден Выпущен Этот Автомобиль Был В Германии В девятнадцатом Году В январе Месяце Сошел С конвейера Благополучно Три месяца Где-то Он шатался По каким-то Салонам И был Продан В апреле Месяце С апреля Месяца Он начал Эксплуатироваться И эксплуатировался Он Одиннадцать Месяцев За одиннадцать Месяцев Машина Проехала Четырнадцать С половиной Тысяч Километров И Была Продана В Украину Значит Есть фотографии Когда он Продавался Еще В Германии На колесах На Немецких Колесах На зимних Колесах Так вот Подается все На тех же Колесах Даже Двадцать Первая Неделя Девятнадцатого Года Точно так же Там написано То есть Машину Эту купили С тех пор За Полтора Года Практически Полтора Года Год И четыре Месяца Проездила Эта машина Практически Десять тысяч И за это Время Номинальных Было У нее Четыре Владельца Я подозреваю Фактически Два Почему Ну не расскажу Непростые люди Ездили на этих Автомобилях Так вот Десять тысяч За год Вроде бы Хорошо Вопрос Почему У меня Ли собственники Ну мало ли Не понравилась Машина Продал Захотел себе Другую Это нормально В этом мире Нормальные показания Здесь должны быть До 110-140 микрон Сейчас он включится 91 116 Я так понимаю Он уже не один раз Полированный Потому что Слой Вот здесь Вот Уже Такой Под Снятый Лак Пока Криминала Никакого Нет Так 88 144 На полке Крыла Всегда Немножко Больше 140 Но вот Здесь Вот Эта часть Она уже Сполированная Но у нас Всегда есть Контрольная Тема Это Контрольная Точка Это у нас По крыше 121 Это Стекло 123 121 120 Пока Все нормально Но я Следов покраски Предварительно Не увидел Если ранее Мы осматривали Мерседес Вот здесь То Мы его Даже не Открывали Вот Просто Подошли От забора Я сказал Что не надо Эта машина Подошел Показал Почему То Здесь Вот Эту машину Мы Уже Хотя бы Осматриваем Так 145 121 Пока Сомнений Никаких Нет Шигрень Е111 Что у нас Здесь Машина Кстати Немецкая Машина Была Приобретена В Германии И Сюда Привезена В 2020 И в 2020 Она встала На учет Сейчас В этой машине Пробег 25 тысяч Км Что такое Или 24 Так Капот До пробега Мы еще Доберемся Лобовое Оригинальное И оно Тоже 2019 Года Стекло А лобовое Термальное Значит Боковое Должны быть Триплекс Да Так и есть Стекла Двойные У нее Здесь У нас Что Здесь Здесь У нас 2018 Год Но это Допускается Это видать Она в 2019 Была В начале Года Собранная Пока Пока Неплохо Значит Смотрел я Под капотом Болты Гайки Здесь Не откручены Вот Единственный Минус Это того Что Много Слишком Песка На Вот Этой Штуке И Вот Здесь Есть Легкие Сомнения В 235 Микрон Это Трохи До Фига Посмотрим Контроль Вот По Лонжерону Вот Здесь 49 Какого Бенни Вот Такие Вот Чашки И Вот Эти Штуки Они Открывались А следов Того Чтобы Оно Откручивалось Я Не Вижу Прям Песок Как будто Бы В Пылесос Пылесоса В чистом Поле Его Замывали Затирали Но Я скажу Так Если Бы Его Делали В Нашей Стране Вот Эта Вся Штука Была Настолько Идеальной А так Сейчас Я попробую Увеличить Показать Болты Грани Не Слизанные Где У нас Еще Контрольные Места Могут Быть Так Вот Этот Болт Могли Типа И Закрасить Но На Всякий Случай Я Покажу Что Он Совсем Не Сорванный Следов Кручения Не И Вот Здесь Точно Так же Следов Сейчас Резкость На Веду Того Что Откручивалось Я Здесь Не Вижу То Видно Когда Обслуживали Автомобиль Разбирали Вот Так Вот Пластик Это Да Но То Что Он Снимался То Нет Точно Так же И И Вот Здесь Сейчас Попробую Показать Гайки На Более Больших Вот Здесь Я Не Вижу Ни Засечек Ни Фига Чтобы Его Снимали Или Откручивали Поэтому Поэтому Так Печальная Сборка Мерседеса Плюс Вот Здесь Болт Абсолютно Ровненький Нигде Не играем Ни Засечек Нифига Все Неплохо Но Непонятно Почему Его Продают Ладно Смотрим Дальше Наша Задача Найти Почему 106 106 102 110 91 123 И сейчас Мы позвоним Старшим Товарищем И зададим Вопрос А бывает Ли на 217 Кузовом Столько Мусора На чашках И нормально Ли это О Наручники Поехал Значит Есть Несколько Мелких Ударов Вот Здесь Попробую Передать Сейчас Саша У нас Остановится И мы На Вот Если Обратить Нимание На Его Шорты Вот Здесь Вот Такой Есть Легкий Ударчик Плюс Вот Здесь Вот Сейчас На Кроссовках Смотрим И вот Тоже Такой Легенький Ударчик А так А так В общем и целом Следов Того Что Машина Красилась Или Разбиралась Я Не Вижу Это Завод Хорошо Есть Растворитель И вата Ну В смысле Я покажу Что Она Не Смывается Потому Что Люди Когда Увидят Такой Кошмар За Сто Схером Тысяч Такая Сигня Была На Том И Сел Черном А Есть Растворитель Сватая Той Свой Выложил Какой Растворитель Она Не Смывается Так Хочу Показать Что Он Не Смывается Окей Ладно Не Если Вы Делали У На Стране Они Делали Классно Так Чтобы Ну Где То Можно Было Увидеть Что Где То Что Откручивалось Но А Можно 222 Глянуть Да Просто Для Сравнения Все То же Самое А Этот Стакан Идеальный Ну Не То Чтобы Идеальный Тоже Вон Есть Но Не Так Чтобы Пипец Стока Мусора Но Здесь Хотя Б Здесь Даже Не Видно Чтобы Он Разбиралась Для Обслуживания Там Видно Понятно Но Точно Так Ж Никаких Засечек Нигде Ничего Нет То Видно Что Нигде Ничего Не Открутилось Непотек Нет И Точно Такой Же Вот Этот Переход Краски С Черного На Серый Вот Все Как Должно Быть Но Блин Вот Этот Песок Это Пипец Мне Для Человека Надо Показать Допустим Рынджи Я Уже Знаю Что Это Нормально С Такой Это Такой А Пропал Но На Холодную Был Такой Легкий Легкий Постукивающий Такой Ту 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 Такой Слегка Неприятный Звук Был И Я Не думаю Что Меня Проглючило Сейчас Пока Мы Этого Парня Потестируем В блоке Управления Двигателем Ошибок Не Выявлено В Коробке Передач Тоже Не Выявлено Никаких Ошибок Датчик Аккумуляторной Батареи Так же Ошибок Нет Так Здесь Пробег 27952 27856 Км В блоке Управления Дистроником Пока Везде Пробег Плюс Минус Совпадает Но Пока Что Все Хорошо И Все Слишком Сладко 27400 В этом Блоке Пробег Везде Все Отлично Мерседес Такая Штука Где Ну Все Отлично Просто Никогда Ничего И не Бывает Но На данный Момент Констатирую Факт Того Что У нее Все Вроде Как И Неплохо Диагностика И Мерседес Это Всегда Долго Там Много Всяких Блоков Мы Практически 40 минут Только Сидели В Мерседес И Постоянно Подгоняли Того Что Там Топливо Ноль Вообще Ноль Километров И Вот Это Все Время Оно Молотит Бензинов Баки Нет Парни Стучат В Окошко Парни Имейте Совесть Сейчас Закончится Двигатель Значит Если Коротко По Критическим Ошибкам Их Нет Значит Из Слегка Неприятного Задний Блок Кузова Он Не Перепрошит То есть Прошивка Стучится И кричит Я хочу Обновиться Дальше Было Зафиксировано Что На 24 Тысячах Километрах Он Правое Зеркало У него Не Раскрылось Наверное Был То ли Зима То ли Еще Что То Скорее Всего Я Предполагаю Что Это Был Холодный Период Времени Опять Так За Катастрофическая Нехватка Времени Не Не Хватило Почему Понять Причину Почему Не Раскрылось Зеркало Тогда Но Сейчас Оно Отрабатывает Все Нормально Также Было Зафиксировано Что По Кнопке Старт Стоп Не Заглушился Один Раз Двигатель И По Моему Все Больше Ошибок Не Было Вот Как Передать Объем Звука Когда Сидишь И Нет Возможности Сделать Это Через Один Микрофон Звук Здесь Строится Разными Системами И С разных Сторон Подается Поэтому Слышно Его Очень Классно Можно Сделать Тише Потому Что Меня Будет Даже Не Слышно Так Ну У меня В принципе В принципе Все Вопросов Здесь Нет Можно Закрывать Надо Ехать Смотреть Этот Автомобиль Завтра С утра Почему Завтра Сегодня Уже Вечер Сегодня Нас Никто Не Примет Плюс Машина Должна Остынуть Для Того Чтобы Сделать Эндоскопию Двигателя Я думаю Сейчас Будем Договариваться На Завтра На Эндоскопию И завтра Продолжим Осмотр Пока Ничего Такого Чтобы Отталкивало От этого Мерседеса Нет Но Что Как То Очень Все Сладко Не Понимаю Почему Но Будем Искать Пока Все Хорошо Во сколько Мне Завтра Быть Я Хочу Быть На Смотре И Мне Нужно Это На Видео Заснять Вы Не Будете Против На 9 Хорошо В 9 Завтра У вас У него Только Там Недавно Что С Поясничной Поддержкой Это Единственная Ошибка А так Вообще Нигде Вообще Нифига Ну Если На Мерседесе То Они На Мерседесе Надо Стоять И Моз Склевать Чтобы Они Сняли Завтра В 9 Я Тогда У них И Хорошо Все Спасибо Приятно Иметь Дело С Адекватными Людьми Потому Что Автоподбор Да Идите Но Меня Здесь Тоже На Некоторые Площадки Не Пускают Вот Кстати Вот На Гараж Я Снимал Мерседес И Пацаны Он У вас Мертвый Нам Похер Он Уйдет За 19 Улетит Публиковать Можно Та Публикует Звонит Через Две Недели Мы Тебя На Лесной Вывезем Усними Видео Не 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 Видео Убираться Не Будет Я Предупреждал Что Он Жмур Не Нужно Этого Делать Друзья На Следующий Друзья Мы Поехали Посмотреть Что Там Не Так С Двигателем Что Не Так С Технически Копнуть Что Не Так С Этим Автомобилем Я Расскажу Об Этому Во Второй Частие Счастье На Зимних Колесах Уже Припыленный Такой За Полтора Года У Четыре Хозяина Поэтому Не Верю Просто Не Верю Я Знаю Что В Этой Машине Где То Есть Западлой И Наша Задача Найти Его С Такой Проблемой Не Сталкивались Даже На Таком Профилированном ИСТО Куда Едет Большая Куча Людей С Такими Автомобилями Охренели Даже Мастера Так Вот На Данный Момент Этот Автомобиль Еще Не Куплен Пока Идет Так Некие Качели Так А так На Весах Идут Моменты Идут Общение Будет Этот Приобретен С Этим Недостатком Автомобиль Или Нет А Вот Что Это За Недостаток Я Расскажу Во Второй Части Поверьте Будет Интересно Спасибо Большое Что Досмотрели Это Видео И До Конца Ну А С Продолжение следует